Еще раз добрый вечер. Если меня хорошо слышно и презентацию видно, поставьте, пожалуйста, огонечек. Я уже вижу, они появились. Отлично. Ну, тогда, я думаю, можно начинать. Последний в этом сезоне вебинар будет посвящен работе с сервисами Яндекс. Но ни для кого не в современной действительности нам приходится искать замену многим и многим сервисам. У кого-то в принудительном порядке, у кого-то в добровольном, но так или иначе нам приходится находить какие-то отечественные инструменты. И сегодня поговорим о наборе таких инструментов под маркой Яндекса, который предлагает своим пользователям пакет облачных сервисов для публикации материалов и в том числе для совместной работы. Давайте на них посмотрим. Не на все, конечно, но на некоторые, которые можно использовать в библиотечной или учебной практике. Чем хорош Яндекс? Какие возможности он дает? Ну, во-первых, он дает бесплатный тариф, в котором можно работать и пользоваться, которым можно. Создав один аккаунт, вы получаете автоматический доступ во все сервисы Яндекса. Тоже довольно удобно. Ну, естественно, русский язык и простой интерфейс помогают нам сориентироваться. Более того, мы сейчас в этом убедимся. Некоторые Яндекс.Сервисы похожи на знакомые нам программы Word, PowerPoint, Excel. Поэтому это тоже облегчает работу. Сервис дает возможность облачного хранения данных. Тоже есть возможность создать диск, на котором будут храниться различные материалы. Доступ к этим материалам с любого устройства, в том числе с мобильного. Ну и самое главное, есть возможность совместной работы над рядом документов. Вот давайте посмотрим на некоторые сервисы. Я прокомментирую, мы сравним с уже знакомыми нами. Напрашивается тут же аналогия с Google сервисами. Посмотрим плюсы и минусы, оценим. Если у вас есть какой-то свой собственный опыт работы с Яндексом, можете, как всегда, в комментариях какие-то замечания оставлять. Будет интересно, я думаю, всем почитать. Итак, самое главное, сервисы Яндекс доступны только в том случае, если мы зарегистрируемся. Так называемый создадим Яндекс.ИД. Вот форма регистрации. Я думаю, что многие из вас уже зарегистрированы в этом сервисе. Ну, я просто напомню для тех, кто впервые с ним сталкивается. Регистрация довольно несложная. Необходимо указать имя и фамилию, пароль придумать, привязать номер мобильного телефона. Сейчас это обязательное условие. И придумать логин. Логин – это, по сути, будет адресом вашей электронной почты. То есть автоматически с созданием аккаунта Яндекс вы получаете почту на Яндекс.ру. Соответственно, вот какой логин мы придумаем, такая у нас почта и будет. Поэтому к логину стоит подходить ответственно, если мы будем пользоваться Яндекс.Почтой в дальнейшем. После этого нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться» и, в общем-то, после этого там придет смс на номер телефона. Ну, знакомая история. После этого мы получаем доступ ко всем сервисам Яндекс. Дополнительно для ужесточения доступа мы можем, допустим, привязать другой адрес электронной почты или можем придумать контрольный вопрос. Это в случае, если мы потеряем пароль свой или забудем его. Но так это не обязательно. После того, как мы зарегистрировались, вот открывается такая страничка. И здесь у нас сразу открывается возможность пользоваться почтой Яндекс, которую мы создали. Ну и, собственно, перейти к диску, где будут храниться наши документы и где мы можем создавать и редактировать документы, в том числе совместно над ними работать. Ну, давайте посмотрим, как выглядит Яндекс.Диск. Вот таким образом он выглядит. Здесь уже какие-то документы, фотографии в частности. Естественно, это все можно удалить. Несколько слов о Яндекс.Диске. Какие у него возможности. Он позволяет хранить файлы на сервисах Яндекса, так же, как и Google Диск. Можно работать с файлами с любого устройства, подключенного к интернету. Самое главное – объем диска. Бесплатно выдается 5 гигабайт. За дополнительную плату этот объем можно увеличить до 3 терабайт. Ну, соответственно, это будет и стоить определенное количество денег. Вот если расширится до 3 терабайт, то стоимость такого диска будет до 5000 в год. Ну, а так можно посмотреть платный тариф. Если 5 гигабайт маловато, то можно расширить, приобрести один из платных аккаунтов. Можно загрузить внутрь диска любой документ, но объемом не более 1 гигабайта. Если объем превышает, то сам сервис рекомендует заархивировать, например, файл. Так что вот такие вот тонкости. Ну, смотрим, что здесь еще можно сделать. Если нажать на кнопочку «Загрузить», то мы получаем возможность загрузки любых своих документов и материалов в объеме не более 1 гигабайта на диск. После того, как мы загрузили документ, мы можем тут же предоставить к нему доступ. Автоматически Яндекс напишет рядышком такую фразу «Поделиться». Кнопочка появится «Поделиться». И после этого мы можем либо дать ссылку для просмотра этого документа, либо даже для редактирования. Давайте проверим, как это у меня сработало. Вот эту презентацию, которую я сейчас вам показываю, я загрузила на Яндекс.Диск и открыла ее для редактирования. Вот ссылочка. Презентация открыта для редактирования всем, у кого есть ссылка. То есть вы можете сейчас самостоятельно убедиться в том, что теоретически, я надеюсь, мы это подтвердим, теоретически редактировать ваш документ могут все, даже у кого нет Яндекс.Диска, Яндекс.Аккаунта. Так что можете попробовать, по ссылке перейти, можно там удалять, писать, все что угодно. Это я так. Для проверки. Если уже Яндекс.Почта, то регистрироваться не надо повторно. Нет, регистрироваться не надо повторно. Зайдите в свой Яндекс.Аккаунт и посмотрите, там наверняка у вас будет Яндекс.Диск. Вот, нажимаем на кнопку Диск, он автоматически создается, когда вы уже зарегистрировались. Вот, может быть, просто диском не пользовались, а так он автоматически присутствует. Я думаю, повторно регистрироваться не нужно. Итак, ну, по поводу загрузок, я думаю, понятно, здесь все несложно. Вы можете точно так же удалять документы, предоставлять совместный доступ, как я сделала сейчас. Можно просто для просмотра, а можно для редакции. Переходим к самой интересной кнопке, кнопке Создать. Здесь у нас открываются все возможности для совместного редактирования. Мы можем создать папку для сортировки наших работ, мы можем создать текстовый документ, таблицу, презентацию и альбом. И мы посмотрим текстовые документы и презентацию. Таблица не так часто используется. Все это, по сути, аналоги знакомых нам программ Microsoft, Word, Excel и PowerPoint. Они по интерфейсу тоже очень похожи, отличаться будут немного возможностями. Вот об этом мы поговорим сейчас. Ну, начнем с Яндекс.Документов. Вот пример обычный Яндекс.Документ. После того, как мы нажали на кнопку Создать и выбрали документ, открывается вот такое вот белое пустое поле, знакомая очень Word-овская разметка. Ну, и несколько вкладок, переходя по которым, мы можем редактировать и форматировать документ. Ну, давайте я вам опять ссылку дам. Это документ, который опять я создала на диске, он открыт для редактирования. Можете походить по вкладочкам, посмотреть, как тут все устроено. Пока я буду об этом рассказывать. Итак, давайте поближе посмотрим. Пробежимся по основным вкладкам. Изначально открыта вкладка «Главная». Здесь основные инструменты, которые нам наверняка пригодятся в работе. Это форматирование текста, шрифты, разметки, маркированные списки, абзацы. Есть тут еще настройка цветовой гаммы, ластик и дополнительное оформление заголовков, расстояния, интервалов между буквами и словами. Так что все основные инструменты здесь на главной вкладке. Дальше. Вкладка «Вставка». Он позволяет добавлять различного вида контента. Что можно вставить внутрь документа? Можно таблицу вставить, картинки. Причем картинки можно… Ссылка не видна, к сожалению. В чате не видна или где не видна? Я не очень поняла, где она не видна. Можно вставить диаграммы, фигуры, гиперссылку внутрь документа добавить, ну и разные другие специфические штучки. Например, уравнения, символы, надписи красивые и тому подобные вещи. В том числе есть так называемый текст-арт, который, по-моему, в Word называется WordArt. Это разные красивые буковки, которые вставляются внутрь документа. Здесь есть уже готовые шаблоны, например, для той же диаграммы. Здесь есть набор фигур, которые можем вставить. В общем, вот основные все инструменты здесь присутствуют, которые необходимы для редактирования документа. Что еще? Макет. Макет – это уже вспомогательная вкладка, но, однако, можно тоже ей пользоваться, например, для того, чтобы поменять поля, ориентацию документа, размер для печати выставить и пронумеровать строчки. Вдруг понадобится. В том числе можно даже подложку добавить. Ссылки. Ну, дополнительная вкладка. Ссылку мы увидели, что можем через ставку добавлять. В самой вкладке ссылки, кроме, собственно, самой гиперссылки, можно еще добавлять сноски, оглавления, закладки. Даже список иллюстраций можно создать. Вот. В общем, по сути, вордовское дублирование. То есть все знакомые нам кнопки, только немножко по-другому организованные. Наконец, мы доходим до вкладки «Совместная работа». Это предполагает возможность двух видов редактирования. По умолчанию стоит так называемый быстрый способ. То есть все изменения, которые вносят участники в проект, они тут же отображаются на экране. В общем, это как в Google форме, если вы работали. Ой, как в Google документе. А есть еще режим «Строгий». То есть эти изменения будут сохраняться, только если участники нажмут кнопку «Сохранить». Вот. Вот эта вот кнопочка с дискеткой. Если они эту кнопку нажимать не будут, то какие бы изменения они ни внесли, они не сохранятся. То есть вы можете выбрать один из двух режимов. По умолчанию стоит быстрый. Соответственно, здесь можно отслеживать изменения. То есть какие комментарии даны участниками, что они изменили в документе. Через кнопку «Решить» вы можете отслеживать документы, комментарии точнее. Ну и, собственно, сами комментарии вот через кнопку «Добавить комментарии» добавляются. Это все дополнительные инструментарии для организации совместной работы. Непонятно, что не видно. В чате появилось, что не видно. Я не поняла, чего не видно именно. Если ссылку, могу ее второй раз отправить. Если саму презентацию, то надо выйти из вебинарной комнаты и перезайти еще раз. Тогда, может быть, все появится. Так. Ну и остались у нас еще две вспомогательные кнопочки. Вид и плагины. Это уже дополнительные опции. В разделе «Вид» можно подключить линейку, сетку, для того, чтобы было более красиво все оформлено. Но в разделе «Плагины» можно подключать макросы. Если вы макросами пользуетесь, то такая возможность здесь тоже есть. И еще хочу обратить внимание вот на эти кнопочки, которые находятся с левой стороны. Кнопка «Поиск» позволяет искать нужную фразу, какой-то фрагмент в этом текстовом документе. Кнопка «Комментарии» для добавления комментариев. Кнопка «Заголовки», которая сразу высвечивает все заголовки в тексте, чтобы быстро было что-то найти. Ну и последняя кнопка – это кнопка обратной связи. Здесь вы можете вызвать техподдержку и обратиться к ним с вопросом, если что-то осталось непонятным и неизвестным. Ну и далее, после того, как документ создан, вы его отредактировали, написали. Дальше его нужно сохранить и предоставить к нему доступ. Мы начнем с сохранения. Ну, кнопка «Дискета» сохраняет все изменения. А так, чтобы его сохранить и можно было бы впоследствии скачать, переходим во вкладку «Файл». Что нам предлагается в этой вкладке? Мы можем тут же скачать этот документ к себе на компьютер в разных форматах. Тут начиная от обычного текста и заканчивая HTML или FB2. Мы можем его распечатать, защитить паролем, то есть закрыть паролем, и тогда просматривать его могут только те, у кого будет этот самый пароль. Ну и после этого осталось только настроить доступ участникам. Вот эта небольшая кнопочка, ее иногда даже и не очень хорошо видно, в верхнем правом углу настройки доступа. Она позволяет поделиться документом и предоставить его для совместной работы. Вот так выглядит это поле. Мы придумываем, каким образом участники будут взаимодействовать с этим документом. Есть возможность просто просматривать, есть возможность редактировать. Выбираем между двумя этими возможностями. А я вам напомню, что в Google Документах, например, еще есть возможность комментирования. То есть не редакция, но комменты оставлять можно. Здесь только две возможности. Выбираем, выставляем галочку, точечку напротив нужной. И дальше осталось только копировать ссылку. Мы можем тут же отправить эту ссылку по электронной почте через нашу Яндекс.Почту, которую нам создали. Либо вот QR-код скачать и разослать QR-код. Кому как удобнее. Вот, пожалуй, все по поводу документов. Как видите, все здесь достаточно несложно, просто настраивается. Если вы не заметили каких-то возможностей, то напишите в чате, каких возможностей вам тут не хватает в Яндекс.Документах. Ну, давайте пойдем дальше. Кнопка «Сервис Яндекс.Презентации». Ну, вы уже частично познакомились, да, я вам уже ссылочку дала на одну презентацию. Давайте еще дам. Эту презентацию, которую я вам давала ранее, это я ее закачала на диск. А вот ссылка на презентацию, которую я прямо внутри создала. Она тоже открыта для редактирования, так что можете там что-то написать, вставить картинки. В общем, попробуйте, поэкспериментируйте. Там несколько пустых слайдов, заодно посмотрите, как опять-таки все здесь работает. Итак, как видим, здесь поле аналогичное Microsoft PowerPoint. Даже окраска похожая. В чем разница? На самом деле разница есть. Здесь меньше инструментов для работы. Я сейчас, когда по вкладкам опять пробежимся, обращу внимание, чего здесь не хватает. Может быть, я что-то не заметила, так что опять-таки в чате напишите, каких еще возможностей в Яндекс.Презентации не хватает. Ну, давайте по порядку. Итак, для того, что изначально открывается вот такой пустой слайд первый, даже ничего нажимать не надо, мы можем тут же выбрать к нему оформление. Вот 8 шаблончиков для оформления. Не густо, конечно, но тем не менее можно выбрать что-то уже из готового. С правой стороны есть целая панель для работы с фоном презентации. Мы можем ее залить каким-то цветом, загрузить картинку в качестве фона, сделать градиент. Ну, в общем, на любой вкус поработать. А дальше опять-таки пойдем по вкладкам. Здесь уже есть готовые кнопочки, как в Яндекс.Документах. Я на них останавливаться не буду. Посмотрим вот на эти вкладки. Итак, ну, забыла. Вкладка «Главная» – это основной инструментарий презентации, форматирование текстов, расстояние между буквами, строчками, маркированные списки и макет слайда. Вот он. Этот самый макет слайда. Далее. Кнопка «Вставки» позволяет добавлять контент внутрь презентации на слайды. Здесь можно добавлять надписи текстовые, можно добавлять красивые текстовые надписи, текст-арт, здесь это называется. Картинки, посылки или с компьютера. Диаграммы. Опять-таки есть определенный набор шаблонов. Остается только добавить данные, и диаграмма сама построится. Есть формы, стрелочки различные, звездочки и тому подобные вещи. Можно добавлять киперссылки, комментарии, колонн-титулы и номера слайдов. В общем, основной инструментарий есть. Чего здесь сразу скажу, не хватает. Здесь не хватает вставки видео и вставки аудио. К сожалению, «Яндекс.Презентация» эту функцию не поддерживает. То есть, как здесь выйти из ситуации, если вы хотите, только в качестве ссылки вставлять. Например, ссылку с YouTube куда-нибудь вставить. И вот таким образом можно прикрепить видеоролик. Давайте дальше смотреть. Переходы между слайдами. Это анимация переходов между отдельными слайдами. Можно выбрать для каждого слайда отдельный переход, а можно для всех сразу, как в презентациях PowerPoint. Более того, мы можем автоматически запускать переходы между слайдами. Можно щелчком. Переходов здесь на самом деле вот сколько. Немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь штучек. Но зато перейдем во вкладку «Анимация» и увидим, что можно анимировать любые объекты внутри презентации. Есть эффекты на вход, на выход, на выделение объекта и на передвижение. То есть можно нарисовать путь движения объекта по слайду. Но если вы уже работали с такими вещами, то, наверное, знаете, как это все делается. Здесь намного больше разных эффектов, что можно сказать. Практически все они продублированы из PowerPoint презентации. Анимация, опять-таки, может быть автоматическая. Вы можете выставить длительность анимации, ее задержка, запуск по щелчку или автоматом. И, в общем-то, здесь все очень неплохо устроено в плане анимации. Совместная работа здесь абсолютно такая же, как и в Яндекс.Документах. Все те же кнопочки для добавления комментариев, для выбора режима совместной работы, быстрого или строгого, ну и для ответов на комментарии и их удаления. Вот две последние кнопки. Ну и вид плагины уже не буду открывать. Они точно такие же, как и в Google. Фу, все время путаюсь сегодня. В Яндекс.Документах подключение сетки, масштаба и прочего и подключение макросов. Вот такой сервис Яндекс.Презентация, неоднозначный. Совместная работа здесь точно так же предоставляется через кнопку «Настроить доступ». Опять-таки, выбираем, либо у нас будет доступ только для просмотра, либо доступ для редактирования. Вот, пожалуй, и все про Яндекс.Презентации. Единственное, не хватило мне немножко тут возможностей, но в целом довольно добротный инструмент, и можно использовать его для совместной работы и для другой работы. Слайд-шоу здесь есть. Я не стала уже отдельно про это говорить. Есть тут запуск показа презентации на самой главной. Вот эта стрелочка, да, позволяет включить слайд-шоу и пролистать. Есть такая опция здесь. На главной страничке. Естественно, эту презентацию вы можете скачать к себе на компьютер, через кнопку «Файл» либо в формате PDF, либо в формате презентации. Давайте пойдем дальше. Еще один интересный инструмент – Яндекс.Форма. Это инструмент для создания викторин, тестов, опросов, голосовалок и форм обратной связи. Очень интересный инструмент с хорошими возможностями. В чем-то, на мой взгляд, он даже превосходит Google-форму. Сейчас расскажу, почему мне так показалось. Опять-таки, для работы в Яндекс.Формах необходима регистрация, Яндекс.Аккаунт. И после того, как вы заходите на сайт Яндекс.Формы, предоставляются тут же возможности создать либо по шаблону опросник, либо с чистого листа. Чем хороши Яндекс.Формы? Давайте сразу посмотрим по функционалу. Внутрь Яндекс.Формы можно добавить вопросы любого типа. Причем разные типы вопросов. Можно в одной форме добавить. Сейчас я весь списочек вам покажу. Все возможные вопросы. Их действительно достаточно много и больше, чем в Google-формах. Более того, здесь есть опция такой настройки, что вопросы будут показываться пользователю индивидуально, в зависимости от того, как он ответит на предыдущий вопрос. Ну, например, если сначала вы спрашиваете возраст человека, допустим, если возраст более молодежный, то участник получает один вопрос, если более возрастной участник, то другой вопрос. Ну, вот так можно индивидуально настроить. Здесь тоже есть такая возможность. Далее. Здесь есть возможность автоматической проверки результатов. Это особенно важно, если вы создаете тесты, викторины и другие оцениваемые материалы. И специально есть для этого вопросы и шаблоны. Сейчас я их тоже покажу. Форму вы можете встроить на страницу сайта, блога, и можете поделиться обычной ссылкой с участниками. Ну, и давайте все-таки смотреть, как это все работает. Здесь есть несколько шаблончиков. Давайте я быстро расскажу, что они обозначают, хотя из названий, я думаю, в общем, понятно, о чем здесь идет речь. Форма обратной связи – это простая форма для отправки сообщения. Ну, например, если вы на сайте хотите, чтобы вам участники написали какой-нибудь отзыв, ну, какую-то реакцию, то вы можете пристроить туда форму обратной связи. Анкета – это специальная форма для проведения опросов различных, интервью. Заявка – это когда участники отправляют вам запрос на какой-то товар или услугу. Ну, и регистрация на мероприятие – это форма для сбора контактной информации. То есть вы собираете фамилию, имя, отчество участников, адрес электронной почты, телефоны и другие персональные данные. Если ни один из этих шаблонов не подходит, всегда можно начать с нуля, иногда даже так будет и проще. Итак, вот, пожалуйста, форма, которая с нуля. С левой стороны список, причем здесь у меня на слайд все не поместилось. Это только, наверное, две трети возможных вопросов, которые вы можете добавить внутрь этой формы. Здесь есть отдельный раздел, который называется «Тесты и квизы». Если вы хотите создать векторину, где будет автоматический подсчет баллов и результатов, то тогда выбираем вот этот раздел как раз «Тесты и квизы». Во всех остальных случаях мы можем выбирать вот из этого почти бесконечного списка. Сразу про «Тесты и квизы» скажу. Здесь три варианта вопросов с одним ответом, с несколькими ответами, и когда в качестве ответа число будет. А так вы можете, допустим, попросить участников написать вам текст, короткий или длинный, выбрать один вариант или несколько вариантов ответа, ответы выбирать из выпадающего списка, выбирать «Да» или «Нет». Ну и далее пошли уже более частные случаи, когда вы у участников можете запрасывать телефоны, разрешать им загружать файлы, писать числа, оценивать что-либо по шкале и так далее. Там вплоть до того, что есть специальные вопросы для сбора ИНН. Так что тут, наверное, предусмотрели все что угодно. Если опросник достаточно длинный, то есть возможность добавить несколько разделов. Они здесь называются «Страница». Допустим, ну это по логике, если у вас большой опросник, если он логически состоит из нескольких частей, вы можете каждую отдельную часть начинать с новой страницы. И так и участникам будет удобнее, и вам, наверное, для просмотра результатов тоже. Давайте посмотрим, как выглядит форма для добавления вопросов. Допустим, я выбрала вопрос с выбором одного из нескольких вариантов ответа. Вот мой вопрос, вот мои варианты ответа. И к тому или другому, и к вопросам, и к ответам, можно добавлять картинки с компьютера, загружая вот эти кнопочки для загрузки. Обязательно выставляем, какой ответ будет правильный. И если мы выбрали вариант, где будет подсчет баллов, то выставляем количество баллов за этот правильный ответ. Например, за правильный один балл, за все остальные неправильные, соответственно, ноль. В вашей форме какой красивый фон. Но это немножко не моя форма, но да, я вам сейчас скажу, где берутся фоны. Спасибо. Фоновое оформление, да, тут тоже на уровне, кстати. Здесь проработано очень хорошо, здесь все. Ну, и осталось только загрузить, сохранить и перейти обратно к выбору вопросов. Итак, один за другим мы их будем добавлять в форму. Далее, в настройках к вопросу, перед тем, как его сохранять, тут есть еще и настроечки. Может быть, они необязательные, но все равно обращу ваше внимание на то, что вопрос можно прометить как обязательный. Можно сортировать ответы по алфавиту или в случайном порядке для каждого пользователя. По умолчанию варианты ответов будут показываться в том порядке, в котором вы их вписали. Но если мы хотим их перемешать, то это тоже можно сделать. Но вот уже после того, как мы все настроили, нажимаем на кнопку «Сохранить». Далее. Теперь давайте посмотрим на тесты и квизы. Как они настраиваются, чтобы тут был подсчет автоматический, чтобы мы не тратили время на просмотр всех ответов. Для этого заходим в раздел «Настройки». И смотрим. Здесь можно сразу поставить галочку «Показывать результат прохождения теста». То есть участник в конце теста сразу увидит, сколько баллов он набрал. И мы видим, что здесь оценивать результаты можно двумя типами. Если вы помните, в Google форумах можно только просто считать баллы. Вот в Яндекс форумах здесь немножко сложнее история. Здесь можно выбрать подсчет баллов. Это называется «По сегментам». И есть еще версия «Зачет-незачет». Чем они отличаются? По сегментам это значит, что сервис автоматически посчитает баллы и по количеству правильных ответов распределит всех участников в несколько сегментов, в несколько категорий. Ну, допустим, новичок, который хуже всех ответил, середнячок, который на 4 условно ответил, ну и отличник на 5. Все правильно. Причем количество этих сегментов определяете вы, и вы же можете прописать, сколько баллов должен получить каждый участник, чтобы попасть в этот сегмент. Допустим, у вас 10 вопросов, и вы пишете, что новичок, новичку достаточно ответить на 3 вопроса, там середнячку на 7 вопросов, ну и отличник должен ответить от 7 до 10. И вот здесь, здесь же в настройках мы все эти сегменты прописываем. Сегментов может быть не 3, может быть больше, сколько придумается. Здесь вместо слова заголовок мы вписываем название сегмента, то есть кто отличник, например. Или вы можете будет развернуто написать «молодец», «ты отличник». А дальше комментарии. И точно так же по каждому сегменту. На выходе участник не только получит свой результат, но еще увидит свой комментарий и увидит, к какой категории он отнесет. Зачет, незачет попроще. Вы просто прописываете количество баллов, которые нужно набрать, чтобы получить зачет. Ну и дальше опять-таки примерно в таких же полях будут. Здесь вы пишете зачет и пишете «молодец, ты набрал столько-то баллов». Здесь вы пишете «незачет» и пишете «не, ну давай, попробуй еще раз». Ну, что-то вроде этого. Называется это «обратная связь». Вот так вы можете прописывать дополнительную информацию по каждому участнику. Но я обязательно сохраняю это все. Теперь что касается оформления. Красивые темы можно найти как раз в разделе, который так и называется «тема». Вы можете самостоятельно загрузить картинку. Это называется «создать тему». А можно выбрать вот из предложенных вариантов. Здесь их не очень много. Есть зелененькие, синенькие, хвойные, серые и тому подобные вещи. Всегда можно загрузить что-то свое. Обязательно сохраняем все изменения. И сразу можно через предпросмотр посмотреть, как это все красиво смотрится. Далее. Где посмотреть ответы на вашу форму в разделе «ответы», естественно. Здесь же будет статистика, которую можно скачать на компьютер. По каждому участнику и по каждому вопросу. Ну и в целом. Здесь, собственно, все как в Google форме. Примерно такая же статистика и есть. Чтобы поделиться формой, нажимаем на кнопку «поделиться». Получаем ссылку, получаем код. И можно эту форму встроить на сайт, а ссылочку разослать участникам опроса. Ну вот так это выглядит. Можно поделиться в социальных сетях, в мессенджерах. Если это необходимо. Ну вот, пожалуй, и все, что касается Google формы. К сожалению, здесь нет совместной работы по созданию формы. Но в целом здесь достаточно продуманная система. Есть интересные находки. Большое количество разных вопросов, которые можно добавлять внутрь формы. Поэтому опросник очень даже неплох. Для работы можно использовать. Естественно, никаких ограничений нет. Здесь все абсолютно бесплатно. И по количеству участников, и по количеству просмотров тоже никаких нет ограничений. Так что можно брать в работу. Переходим дальше. Продолжаем рассказ. И поговорим о Яндекс.Картах. Наверняка пользуетесь, наверняка знаете, что это. Яндекс.Карты дают возможность не только находить какие-то нужные нам места, достопримечательности и объекты, но и есть конструктор карт, который позволяет создавать простые карты, с возможностью отмечать на них какие-то метки наносить и эти метки соединять маршрутными линиями. То есть, по сути, очень простая виртуальная экскурсия может быть создана с помощью Яндекс.Карт. Чего не хватает сразу видим в карточке на Яндекс.Карте. При щелчку на метку мы видим, что можно добавить тексты, можно добавить гиперссылки. Вот, пожалуй, и все, что можно добавить в каждой метке. Но все равно давайте посмотрим, как это работает. Итак, интерфейс выглядит следующим образом. Конструктор карт Яндекс. Заходим на сайт, регистрируемся через Яндекс, если не случайно вышли из своего аккаунта. И далее переходим к добавлению меток. В поисковой строке вписываем название города, адреса, в зависимости от того, что именно мы ищем. Нажимаем на кнопку «Найти» и у нас метка появляется уже на экране. К меткам мы можем добавить тексты, заголовки. Заголовок – это то, что будет отображаться прямо на карте. Описание – это то, что будет отображаться, когда мы по этой метке щелкнем. У метки можно выбрать цвет, тип этой метки выбрать, либо в виде такого значка, либо сякого, либо выбрать что-то из иконок, здесь есть большой список иконок. Метки можем пронумеровать. Это полезно, если у вас виртуальная экскурсия и нужно объекты рассматривать по порядку. Тогда мы каждую метку можем какой-то цифрой назначить. От 1 до 99, насколько я помню, здесь можно нумерацию выставлять. Ну и после того, как мы добавили текст, мы добавили название метки, нажимаем на кнопку «Готово» и она отображается в списке и отображается на экране. Что касается гиперссылок, здесь немножко сложная система. Яндекс.Карты предлагает добавлять гиперссылки. У меня немножко съехало, прошу прощения. При переходе в PDF уехало изображение. Но обращаю ваше внимание на то, что здесь картинку можно добавить вот с помощью такой кракозябры. Это HTML-разметка, где вместо HTTPS и всего добавляется ссылка на картинку. Из интернета. То есть с компьютера здесь загрузить не получится, но если хотите, можно добавить из интернета картинку. А ссылку добавляем вот через такую HTML-разметку. Вписываем название ссылки, дальше пишем кнопочку «Подробнее». Ну и сохраняем это все через кнопку «Готово». Ну, вместо «Подробнее» вы можете любое другое слово вставить. Это то слово, на которое будем нажимать, чтобы открылась эта ссылка. Можно ли редактировать метки? Да, конечно, можно. Вы как автор этой карты, вы можете бесконечное количество раз эти метки редактировать так, как захотите. Добавлять, убавлять новый контент. В общем, это карта бесконечного редактирования. Единственный недостаток. Здесь нет совместной работы. То есть вы в одиночку будете создавать карту, а всем, с кем вы будете делиться ссылкой, вы можете только ссылочку для просмотра дать, к сожалению. Ну и второй минус, что здесь нельзя с компьютера грузить картинки. Сразу скажу, с картинками здесь история сложная, хотя их теоретически можно так вот добавить через HTML-разметку, но на деле, как я выяснила, они не всегда отображаются. Вот у меня не получилось, честно говоря. Но вот эту историю я взяла из справки Яндекс.Карты. Ссылку на справку я вам в презентацию вставила, так что, если хотите, то можно поэкспериментировать, вдруг у вас получится. А ссылки без проблем вставляются. Вот ссылками как раз никаких проблем нет. Осталось нам в нашей метке соединить линиями. Вот есть тут для этого специальный инструмент. Более того, вы можете рисовать еще многоугольники, выделяя какие-то территории на карте. Делается это мышкой. Нажимаем на кнопку «Линии» и начинаем чертить эту линию от первой метки к следующим, последующим и так далее. После того, как мы дошли до нужной точки, щелкаем второй раз и нажимаем на кнопку «Завершить». Линия готова. Точно так же чертим многоугольники. Ставим в нужную точку, чертим многоугольник, когда дошли до последней точки. Нажимаем второй раз и завершаем. Таким образом, вы можете нарисовать на карте и маршрут, и выделить какие-то определенные местности. Список объектов будет отображаться с левой стороны. К каждому многоугольнику и к каждой линии вы можете добавить еще дополнительное описание. Вот здесь у меня написано «Без описания», но на самом деле, если щелкнуть, можно добавить какой-то текстовый фрагмент касательно вот этого маршрута. Это я пыталась золотой кольцо тут нарисовать, как вы понимаете. Вот таким образом работают Яндекс.Карты. К сожалению, Google.Картам они, на мой взгляд, все-таки проигрывают. Я объяснила, я думаю, понятно в чем. Но, тем не менее, это все равно неплохой инструмент. Я вам сейчас еще одну ссылку в чат добавлю. Это так называемый «продвинутый режим». Я бы его так назвала. Дело в том, что Яндекс, если вы владелец сайта своей организации, например, школы или библиотеки, вы можете подключить Яндекс.Карты к своему серверу. И тогда вы сможете создавать карты из нескольких слоев. Вот пример такой карты. Это сайт Североморской библиотеки городской. Список слоев вы увидите внизу, прямо под картой. Просто щелкаете на любой слой, и вы увидите, что карта остается одна и та же, а метки появляются на ней разные. Это, например, если у вас есть карта города, и вы на ней хотите разместить сразу несколько маршрутов. Например, достопримечательности, я не знаю, какие-то зоопарки, парки и тому подобные вещи. В этом случае можно такие многослойные карты создавать. Но, повторюсь, рядовому пользователю эта опция недоступна, а вот владельцам сайтов очень даже. Так что, если вы счастливый владелец сайта, можете попробовать повзаимодействовать с Яндекс.Картами. Ну, а мы идем дальше. Осталось нам немного поговорим про Яндекс.Телемост. Если пользовались, напишите, пожалуйста, как вам Яндекс.Телемост. Я чисто теоретически практически не приходилось мне им поучаствовать, пользоваться, но я вам все равно расскажу, как он работает, потому что один на один я все-таки его использовала. Итак, Яндекс.Телемост – это видеоконференция, которую очень легко создавать буквально нажатием одной кнопки. В этом смысле он похож на тот же самый Google Meet. То есть здесь достаточно нажать кнопку «Создать встречу», вы получаете автоматически ссылку. Более того, она тут же у вас скопируется. Вам остается только щелкнуть и разослать ее участникам. Так можно моментально создать встречу. Плюс вы можете эту встречу запланировать на какой-то определенный день, пригласить участников на эту встречу, и им будет приходить уведомление, когда нужно подключаться, чтобы они точно ничего не забыли. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Вот, например, планирование встречи. Даем ей название, да, вместо зума. Даем название встречи, описание, если необходимо. Дальше, восстанавливаем время. Сразу скажу по времени. Телемост дает возможность проведения встреч неограниченных по длительности. Единственное ограничение, он может объединять только 40 участников максимально. Но я думаю, класс намного меньше. Ну, вот кто-то говорит, что у них онлайн-семинары проходят с телемостом. Да, сейчас все больше и больше переходят на телемост и говорят, что, в общем, неплохая система. Вот мы подтвердили, что правильно говорят. Дальше. Вот здесь в поле участников вы можете сразу вписать адреса электронной почты, чтобы участникам тут же моментально пришла ссылка, чтобы не вручную рассылать, рассылку эту делать, а автоматом. Если у вас есть уже готовый список участников, то можно этим воспользоваться. Дальше вы можете выставить, как уведомлять участников за 15 минут, или за полчаса, или за час, или за день по электронной почте. Ну и дальше создаем. Ссылка тут же сохраняется в вашем Яндекс.Календаре. Есть такой сервис у Яндекс. Он на том же самом Яндекс.Диске находится вверху, Яндекс.Календарь. Ну, сейчас давайте отлистаю назад, покажу, где он. Вот он. Вот он, Яндекс.Календарь. Если на него щелкнуть, то откроется список всех запланированных встреч. Если вы планируете много, например, у вас целая серия уроков, то вы можете в календаре все это красиво распланировать и следить, чтобы ничего не опустить. Более того, здесь можно сделать эту встречу повторяющейся. Если вы планируете, например, проведение уроков каждый понедельник в 10 утра, то вы можете выставить галочку «Повторять». Тогда не нужно будет каждый раз новую ссылку создавать. Она у вас будет постоянная на каждый понедельник, одна и та же. Это тоже довольно удобно. В общем, в целом, очень неплохой инструмент. Как выяснилось, мы подтвердили, что действительно он рабочий. Что еще можно? Внутри уже самой презентации, внутри самой конференции. Здесь есть возможность демонстрации экрана. Вы можете демонстрировать вкладки браузера, открытый документ какой-то, либо просто рабочий стол свой можем показывать. Далее. Здесь есть возможность организации чата. Чат здесь немножко необычный. Перед тем, как написать сообщение, у вас попросят номер телефона. Наверное, это защита от несанкционированного доступа, скажем так. Ну, в общем, тем не менее. Как создается ссылка, скажите, пожалуйста. А все очень просто. После того, как вы создали, запланировали, нажали на кнопку «Сохранить», у вас тут же «Создать». У вас тут же откроется Яндекс.Календарь. А в этом Яндекс.Календаре будет написана эта ссылка. Вы ее просто оттуда копируете и все. Пришлось вернуться на Zoom. Да, при хорошем интернете. Ну, вот спасибо за добавление. Это интересно, что здесь нужен хороший интернет. Это тоже важное замечание. Яндекс.Телемост утверждает, что участвовать в конференции могут все, даже у кого нет Яндекс.Аккаунта. Это тоже плюс. По ссылке переходим. В чате можем загружать... Сейчас я скажу, да, увидела вопрос. Я как раз до чата добралась. В чат можно добавлять, кроме комментариев непосредственно, вы можете создать опрос в чате. Ну, все как в Zoom. Там тоже можно опросы создавать. Вы можете прикреплять туда документы. Я попробовала, практически все крепится. И презентации, и тексты, и PDF. Все хорошо отправляется в данном случае. Вот через эту кнопочку можно организовать запись встречи. Вот, кнопка «Начать запись». Причем записывать встречу может не только организатор, но и вообще любой участник этой встречи. То есть одновременно может чуть ли не целый класс начать записывать ваши мероприятия. Вдруг захочется. Если у вас идет запись, то после того, как запись закончилась, вам предложат скачать эту запись и одновременно сохранить чат в виде отдельного файла. То есть если вы хотите чат в виде файла, то вам нужно записать встречу и отдельным файлом еще скачать себе чат. Вот таким образом его можно сохранить. Дополнительно Яндекс.Телемост утверждает, что весь этот чат еще сохраняется в так называемом Яндекс.Мессенджере. Кто пользовался Яндекс.Мессенджером, отзовитесь. Я не пользовалась, поэтому ничего сказать про это не могу. Но тем не менее чат сохраняется и там. Так что вот такие две возможности есть. Ну и после того, да, еще забыла сказать, самое главное, это сколько длится запись. Если вы записываетесь через Яндекс.Браузер, это тоже важное замечание, Яндекс.Браузер позволяет записывать неограниченное по времени встречи. Ну, в рамках разумного, естественно. Далее, если вы через Google Chrome пишетесь, то только 30 минут можно записать. А вот если вы пользуетесь другими браузерами, например, Mozilla, то записать не получится. Таким образом Яндекс.Телемост ненавязчиво советует нам пользоваться Яндекс.Браузером. Собирается ли автоматически статистика активности участников на семинаре? Насколько я поняла, здесь такой в опции нет. Но можно почитать техническую документацию. Так глубоко я не разбиралась в этом. Если вы какой-то опрос проводите, то результаты этого опроса у вас сохранятся в чате. То есть чат сохраните, и там же будут результаты опроса. Ну вот, пожалуй, такая вот статистика только есть по активности. Количество участников вы можете посмотреть. Пожалуй, наверное, все. Но это надо уточнять, естественно. Спасибо за вопрос, я подумаю над ним. Надо поискать. Я так, основной только, то, чем пользовалась и рассказала. Что еще здесь можно сделать? Если вы организатор встречи, вы можете отключать микрофоны другим участникам. Такая опция здесь тоже есть. Запрещать им демонстрацию экрана и отключать у них микрофоны, если они очень шумно себя ведут и вам мешают. Вот таким возможностям тоже есть. Так что вот такой инструмент, я думаю, можно попробовать попользоваться. Хорошая альтернатива Zoom, ну и другим англоязычным платформам. Чего здесь не хватает? Здесь не хватает, наверное, организации групповой работы. То, что можно сделать в Zoom. Когда участников мы терим на несколько групп, и каждой группе даем определенные задания, и они внутри группы работают. Так называемые сессионные залы. Вот здесь такого нет. Яндекс.Телемост будет в этом смысле немножко попроще. В Google Meet утверждают, что есть такая возможность по определенной регистрации. Но, опять-таки, повторюсь, надо посмотреть документацию. Возможно, я упустила это из виду. Может быть, такая возможность есть по поводу результатов и статистики. Осталось у нас немного, буквально несколько слов. Давайте посмотрим на еще парочку инструментов Яндекс.Дзен. Заодно покажу вам Дзен-канал Мурманской областной научной библиотеки, где я являюсь сейчас главным редактором. Итак, Яндекс.Дзен – это такой сервис, который позволяет создавать персональные рекомендации, такую ленту новостей из интересных статей на основе предпочтений пользователей, как утверждает Яндекс.Дзен. Но нам это, может быть, не так важно, если бы невозможность создать свой канал на Яндекс.Дзене и публиковать здесь свой контент. Можно публиковать статьи, посты и видеоролики. Если вы пользовались, то напишите, опять-таки, в чате, как вам Яндекс.Дзен. Если вам интересно, я попозже свое мнение выскажу. Ну, а сейчас буквально несколько слов расскажу. Вдруг вы захотите стать блогером и завести блог на канале Яндекс.Дзен. Чем это грозит? Итак, Яндекс.Дзен. Необходимо зарегистрировать свой канал, придумать ему название, придумать ему какую-нибудь аватарку, картиночку, описание хорошо бы добавить, и вы можете самостоятельно придумать ему адрес. Начало адреса будет zen.ru, ну, а дальше через косую вы пишете латиницей название своего канала, так как вы его считаете нужным. Здесь же в настройках, как мы видим, есть возможность добавления черного списка, интеграции с Телеграма и уведомления пользователей, пожалуй. Вот. Сохраняем это все, и после того, как мы этот канал создали, автоматически мы можем в нем работать. Яндекс.Дзен, там внутри немножко сложновато еще стала навигация, там есть так называемая Zen Studio. Вот это то, что надо. Это редактор как раз для создания различных постов и другого контента. Вот так выглядит Zen Studio. Чтобы ее вызвать, нажимаем на значок канала, вот он в правом верхнем углу, выбираем раздел «Студия», вот она перед нами. Здесь в студии мы видим, что есть список публикаций, которые мы уже сделали. Здесь есть статистика, кому это важно, тут очень подробно все описывается, просмотры, показы, комментарии, лайки и тому подобные вещи. Мы можем еще более подробно посмотреть в разделе «Статистика», самые читаемые посты, самые нечитаемые посты пользователей, география пользователей и тому подобное. Опция «Черный список». Сейчас скажу, для чего это нужно. Комментарии. Это то, что вам пользователи пишут, то, что вы им отвечаете. Что привело к тому, почему сейчас в Яндекс.Дзене огромное количество блогеров и пользователей. У каждого второго, наверное, есть свой канал на Яндекс.Дзен. Вот эта штука, называется она «Монетизация». Яндекс.Дзен проводит мысль о том, что если подключить монетизацию к блогу, то можно зарабатывать на этом деньги. Вот такая есть возможность. Ну, сразу скажу, что это миллионы, тут не заработаешь, честное слово, правда. Ну, такое небольшое вознаграждение за интересный контент, да, возможно. Чисто теоретически, чем больше читают вашу статью, чем больше на нее реагируют и комментируют, тем больше вам идет отчисление. Ну, естественно, монетизация складывается за счет рекламы. То есть по бокам вашей статьи будут рекламные блоги. Вот исключительно из-за этого идет монетизация. Черный список – это пользователи, которых вы заблокировали. Это те, которые матерятся в комментариях, оставляют оскорбительные замечания, не по теме, занимаются флудом, пропагандой, несанкционированной рекламой. То есть это вы, как администратор, сами решаете, кого отправить в черный список. Здесь все по аналогии с «Контакт». Там тоже есть такая опция «Отправить в черный список». Здесь вы можете заблокировать комментарий у пользователя, и вы можете его сразу отправить в черный список. В этом случае он вообще не сможет увидеть ни одной публикации из вашего канала. Если вы просто заблокируете ему комментарий, он сами публикацию увидит, но ничего написать не сможет. А вот как раз в разделе «Черный список» вы можете увидеть список всех ваших замечательных комментаторов, которых вы заблокировали. Вот такая история. Чтобы что-то написать внутри канала, кнопочка «Плюс». Три типа, три формата предлагаются в Яндекс.Дзене. Вот первый формат, называется он «Статья». Очень простой, предельно простой редактор. Заголовок. Собственно, текст статьи дальше идет. И внутрь статьи мы можем вставлять картинки. Такая вот прелесть. Текст можно дополнительно форматировать, выбрать размеры, оформить цитату, сделать маркированный список, ну и немножко со шрифтом поиграть. Внутрь можно вставлять киперссылки. Что касается видеороликов. Видеоролики здесь еще проще вставляются, но не с компьютера они загружаются, а берутся, например, из того же Ютуба. Берете ссылку и прямо внутрь статьи, в нужное место вставляете эту ссылку. Она тут же трансформируется в видеоролик. Вот так здесь очень просто добавлять видео. Ну, по сути, пост, он состоит из текста, картинки и видео в разных комбинациях. Статья никак не ограничена по количеству символов. То есть вы можете целый манускрипт написать, если захотите. После того, как все будет готово, нажимаем на кнопку «Опубликовать». В настройках публикации мы можем выставить так называемый отложенный постинг. Это очень удобно, если вы заранее написали статьи и хотите, чтобы они выходили с какой-то определенной периодичностью. В настройках выставляем опцию «Опубликовать позже», выбираем время и дату и сохраняем через кнопочку «Опубликовать позже». Здесь же вы можете настроить, кто может комментировать ваши статьи. Сразу скажу, что более оптимально, на мой взгляд, разрешить комменты только подписчикам сообщества. Во-первых, это будет привлекать вам подписчиков, если это важно для вас. Во-вторых, это избавит вас от борьбы с комментаторами, потому что более злых комментаторов, чем в Яндекс.Дзене, я еще не видела. Вот честно скажу. Единственное, что меня отталкивает от Яндекс.Дзена, это злобные и оскорбительные комментарии. Посты. Пост – это та же статья, только маленькая, по сути. Это небольшая заметка, которую видно целиком. Если статью видно только в виде названия и небольшого описания, то постик видно весь целиком. Это как в ВКонтакте мы пишем, в других социальных сетях. Ограничения по символам здесь, естественно, есть. Это 4096 знаков. Вот они здесь внизу подписаны. Дополнительно к посту мы можем прикрепить картинки штучками до 10, либо опрос. Или картинки, или опрос. И то, и другое не получается вставлять. Картинки через скрепочку добавляются, опрос через вот эту вот кнопочку. Здесь тоже есть возможность отложенного постинга по времени публикации. Можно настроить, кто будет комментировать. Подписчики или все желающие. Кстати, вы можете вообще отключить комментарии. Здесь такая опция тоже есть. Ну и, наконец, видео. Это, по сути, вот, да, мы все бежим сейчас от Ютуба. Все время боимся, что его заблокируют. И одно время пропагандировали, что Яндекс.Дзен может стать его заменой. Не знаю, как насчет замены, но, в общем, если вы завели свой канал на Дзене, то вы можете и видеоролики здесь же публиковать. Как правило, это горизонтальные видео, которые загружаются с компьютера до 4 часов. Можно сюда загружать видеоролики. Для загрузки нам понадобится название, описание. Дальше выбор обложки. Сервис предложит несколько скриншотов. Выбираем тот, который нам больше нравится. Ну и нажимаем на кнопку «Опубликовать». После этого это видео появляется в ленте рекомендаций, так же, как и посты, так же, как и статьи. Сразу скажу, а скачать видео, если только как-то вы пиратским способом знаете. Вот я не знаю, честно, как скачать видео с Яндекс.Дзена. Хотя, может, если поисковый запрос такой забить, как скачать видео с Дзена, наверняка, да, наверняка можно. Да, можно видео с Ютуба загружать. В общем-то, можно с кам... Ну, я уже объяснила, что внутрь статьи тоже видео можно с Ютуба добавить. Теперь, что касается публикации. Все материалы, которые мы отправляем в Дзен, они проходят предварительную модерацию, как пишут на Дзен-канале. И будьте готовы к тому, что по каким-то причинам, ясным только создателям Яндекс.Дзена, какие-то статьи, какие-то материалы могут быть отвергнуты. В лучшем случае, а в худшем ваш канал могут заблокировать. Было в моей практике такое, когда по ошибке заблокировали наш канал, совершенно беззабитный краеведческий канал, и мне приходилось переписываться несколько дней с техподдержкой, выставлять канал на техническую экспертизу второй раз, чтобы проверили содержимое статей и разрешили их просмотр. К счастью, все закончилось благополучно. Ну, вот это еще один минус в копилку Яндекс.Дзена. Здесь есть модерация, иногда она не очень понятная нам, рядовым пользователям, и будьте готовы, что блокировки тоже здесь возможны. Вот еще один такой минус. Если здесь аналог плейлиста. Здесь есть возможность, да, есть, но они здесь называются не плейлисты, здесь есть возможность собирать подборки. Как только вы определенное количество статей и видео, и постов зальете, вам будет предложена кнопочка в Дзен-студии создать подборки. И вы можете такую подборку создать, включить туда только видеоролики, и вот таким образом создать вот так называемый плейлист. Да, такая возможность есть. Так, если нет вопросов, давайте еще к одному сервису. Яндекс.Музыка. Кто был на прошлом вебинаре, который на прошлой неделе был, там наверняка кто был, тот знает, а кто не был, давайте я расскажу. Яндекс.Музыка. Ссылку я вам сейчас сдаю, но она будет работать только у тех, у кого есть регистрация Яндекс, аккаунт Яндекс. Без регистрации она не откроется. Ну, вот на экране та самая ссылка. Яндекс.Музыка. Но опять-таки это сервис для слушания музыки, и здесь можно загружать свои подкасты. То есть это аудиозаписи, такие радиопередачи, по сути, которые пользователи могут слушать, подписываться на них. И каким-то образом на них реагировать, лайкать, делиться и тому подобные вещи делать. Пример такого подкаста, вот сейчас на экране, шепоты и книги. На самом деле я посмотрела на подкасты, здесь очень много библиотечных подкастов, здесь много подкастов о книгах, об искусстве, о культуре. Так что в этом смысле Яндекс.Музыка очень неплохой сервис. Даже если вы не планируете здесь что-то размещать, можно подписаться на какие-то подкасты, если вам интересна эта тема, интересен этот формат, то почему нет. Ну, одну ссылочку я вам отправила, здесь еще у меня несколько ссылок. Это подкасты различных библиотек, российской государственной, Некрасовки, и еще подкаст «Книжный базар». Можно походить, посмотреть, как пользователей здесь, какие материалы здесь можно встретить, и вдруг вы захотите что-то подобное создать. Чтобы размещать подкасты на Яндекс.Музыке, нужно заполнить заявку. Вот пример заявки сейчас на экране. Здесь нужно указать свой аккаунт, название подкаста, автора подкаста, его описание, дать ссылку на подкаст, на какие-то документы, которые вы хотите размещать в качестве подкаста, и отправить эту заявку на адрес создателей сайта. Они утверждают, что будут разбирать заявку до пяти рабочих дней. Ну, а дальше потом, если все будет хорошо, и ваш подкаст не будет нарушать никаких требований Российской Федерации, законов я имею в виду, и если там не будет нарушения авторских прав, то, как правило, проблем нет, его опубликуют на платформе Яндекс.Музыка. И вы таким образом можете не только блокером стать, но еще стать подкастером. Ну, и последнее. Завершим мы сегодня нашу встречу с модными нейросетями. Сейчас какой-то бум идет. Я не знаю, заметили вы или нет, я так очень заметила, что сейчас нейросети просто на подъеме. О них заговорили, ну, буквально не из каждого утюга. То есть, если вы зайдете ВКонтакте, вы наверняка наткнетесь на какой-то очередной пост про нейросети, генерируют котиков, города Российской Федерации, там передерывают пословицы и поговорки, что только с ним не делают. Но Яндекс не остался без дела. Он придумал, сейчас в режиме бета работает сеть, которая называется Шедевру. К сожалению, оценить этот Шедевру могут только те, у кого есть мобильные устройства, и которые могут закачать себе это приложение на телефон. Мне, честно говоря, жалко памяти своего бедного телефона, поэтому я пока не воспользовалась предложением. Но я посмотрела, как это работает у других пользователей. Что это такое? Шедевру – это сервис, который позволяет генерировать картинки по текстовому описанию. Вы забиваете какой-то текст, дальше ждете, вам на выбор дадут 4 картинки, ну вот пример, про камчатского суслика, например. Выбираете ту, которая нравится, и постите ее. Шедевру, как ни странно, работает в режиме социальной сети. То есть вы можете создавать свои картинки, делиться ими, публиковать в ленте и с другими пользователями по поводу этих картинок взаимодействовать, лайкать картинки других пользователей. То есть вот нейросеть плюс социальная сеть. Два в одном получилось. К сожалению, их скачать нельзя. А, создает уже небольшие тексты. Чудесненько. Я пока знаю только про картинки. Ну спасибо, еще и тексты научились писать. К сожалению, насколько я поняла, картинки оттуда скачать нельзя. Но вы можете их отправить в облако, в диск, например, Яндекс, и поделиться в мессенджере с другими участниками. Таким образом. Так что, если необходимо вдруг для каких-то экспериментов, а может для работы сгодится, то да, пожалуйста, можно использовать. Как можно подписаться на этот сервис и пользоваться другими подкастами? Ну вы, когда зайдете на любой канал, который вам понравился, там наверняка найдется кнопка, которая называется «Подписаться». У меня на слайде, по-моему, эта кнопка обрезана. Если не ошибаюсь, она будет справа вверху находиться. Вот. Вот она, кнопочка «Подписаться». Вы можете по поиску найти канал. Вот здесь есть поисковая строчка. Поискать канал. Я, например, набирала канал «Библиотека» или «Книги». Ну вот, нашла такой канал. Через кнопочку «Подписаться» я на него подписалась. А дальше, когда что-то на канале выходит, мне будут присылать уведомления. Наверное, по Яндекс.Почте их будут присылать, я так думаю. И таким образом можно следить за новинками. Возможен для цен канал? Да, естественно, возможно. Вы можете для личного пользования использовать его. Можете вообще там закрыть комментарии и чисто для себя писать, например. Если хотите общаться с пользователями, открывайте комментарии, общайтесь, конечно. Я вам показала пример для организации, но если у вас есть что сказать, любой пользователь, у которого есть Яндекс.Почта, может создать себе канал. Свои картинки у шедевра можно скачивать, можно и удалять. Ага, спасибо за пояснение. Потому что технические документации, я прочитала, что скачивать их нельзя. Ну хорошо, что свои, хоть можно скачивать. А если никому не показывать? Не показывать что? Яндекс.Дзен или картинки? Картинки, наверное, можно никому не показывать. А, Дзен-канал? Ну, в любом случае, его могут найти. Вы его скрыть не сможете, потому что Дзен-платформа такая штука, которая открытая. Вы можете ссылкой просто ни с кем не делиться. Но если кто-то случайно вдруг забредет на ваш канал, мало ли, то вот так. А так, как только вы что-то выложили на платформу, как только вы что-то опубликовали в интернете, чисто теоретически это можно найти. Там нельзя приватный канал создать, он в любом случае будет частный. Максимально, что вы можете сделать, я повторюсь, это закрыть комментарий, чтобы только для себя писать. Скажите, уважаемые пользователи, есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы? Может быть, что-то осталось непонятным? Вот, только что попробовала. О, чудесно. Спасибо. Ну вот, у нас появился эксперт по шедевруму. Спасибо большое за информацию дополнительную. Это хорошо, что теперь появилась возможность. Но я думаю, шедеврум будет и дальше развиваться. Если он не закроется, то я думаю, что он дальше будет свои возможности развивать. Еще впереди много всего можно придумать. Можно и аудио через нейросети редактировать, и разные другие полезные вещи делать. Вот. О, да. Спасибо эксперту по рисовалкам. Я не так глубоко ушла в нейросети. Хотя, если вам интересен этот вопрос про нейросети, мы можем его оставить на следующий сезон. Я расскажу вам про то, что знаю. Ну, а вы расскажете мне про то, что знаете вы. В заключении вот такая ссылочка. Здесь небольшой опросник. Я обещала на прошлом вебинаре, я сделала. Это небольшая анкета по итогам нашего этого сезона. Особенно интересно, если вы постоянный пользователь. Не впервые пришли, а уже несколько моих вебинаров посмотрели. Вот, пожалуйста, если вам нейросети интересны, заполните, пожалуйста, эту форму, чтобы я знала, какие темы вам интересны. Вы эту ссылочку можете себе сохранить. Не обязательно прямо сейчас отвечать. Там всего три вопроса. Вы можете ответить на любой, а можете на все три. Как захотите. Там я у вас спрашиваю, какие темы были бы вам интересны в следующем сезоне. Про какие сервисы вы бы хотели узнать. Может быть, у вас есть конкретный сервис, который вы очень хотите освоить. Ну и отзыв, пожелания, предложения. Все, что захотите еще сказать, пожалуйста, все принимается. Спасибо вам большое за то, что были в этом сезоне. Надеюсь, что в следующем году учебно мы снова увидимся. Да, это хорошо, что появились направления работы. Я очень этому рада. Спасибо вам за внимание. Ну и надеюсь, увидимся уже после летних каникул. С Яндекс.Трекером я не работала, честно говоря. Ну, я почитаю. Спасибо. У меня появилось тоже направление работы и точка роста. Теперь я знаю про Яндекс.Трекер. Спасибо вам большое еще раз за внимание. Буду тогда прощаться. Как всегда, мои координаты. Я ухожу в отпуск, и поэтому какое-то время буду вне зоны доступа до 1 августа. После 1 августа уже смогу более подробно отвечать на вопросы, если у вас они возникнут. Ну и все. Хорошего вам лета, хорошего отдыха. Берегите себя. Это сейчас самое главное. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.